Всем привет! Меня зовут Ефим, вы смотрите Форк Ньюс, поехали! Сотрудники криптовалютной биржи Coinbase, Ребекка Роуз и Питер Кочергинский записали свой брак на блокчейн Эфириум и выпустили кольца в виде невзаимозаменяемых токенов. А собственно, почему бы и нет? Как написала невеста, блокчейн, в отличие от физических объектов, вечен. Его невозможно остановить, подвергнуть цензуре, он не требует разрешения кого-либо, как и положено любви. Что может быть романтичнее этого? В дополнение к традиционной еврейской свадебной церемонии Кочергинский написал смарт-контракт на базе Эфириум под названием Табаат, что в переводе с еврейта значит кольцо. NFT-кольца в виде анимации с тикером Тибити хранятся на криптовалютных кошельках супругов. Пока у кого-то брачный контракт, у семьи Кочергинский брачный смарт-контракт. Простите мне этот каламбур. Сервис для хостинга IT-проектов GitHub проследует серию атак на свою облачную инфраструктуру, которые позволили неизвестным использовать серверы компании для добычи криптовалюты. Атаки продолжаются относительно давно, с осени 2020 года. Киберпреступники злоупотребляют инфраструктурой функции GitHub Action. Она позволяет автоматизировать рабочие процессы, когда в пользовательских репозиториях на GitHub происходят определенные события, например, pull request. В ходе одной атаки злоумышленники могут развернуть до 100 криптомайнеров, создавая огромные вычислительные нагрузки для инфраструктуры GitHub. Представители GitHub сообщили, что инцидент не затронул данные пользователей и их репозитории. Компания блокирует учетные записи злоумышленников, но они активно создают новые аккаунты. Общая рыночная стоимость цифровых активов обновила исторический максимум на отметке 2 триллиона долларов, согласно данным CoinGecko. Больше половины объемов цифровых активов составляет биткоин – 1 триллион 95 миллиардов долларов. За ним расположились Ethereum, Binance Coin, Polkadot и Cardano. Главным двигателем роста рынка стал Ethereum, который 3 апреля обновил максимум на уровне выше 2140 долларов. Капитализация актива достигла 245 миллиардов долларов. Кстати, согласно данным аналитического портала CoinAlice, наступил альтсезон. По их данным, торговые объемы альткоинами на рынке фьючерсов опередили показатель биткоина. На улице держателей XRP праздник. Во вторник, 6 апреля, курс токена XRP преодолел отметку в 1 доллар. Капитализация актива достигла 45 миллиардов долларов. А вот несколько событий, которые предшествовали росту актива. 5 апреля сервис WellAlert зафиксировал перевод 15 миллионов XRP с неизвестного кошелька на криптовалютную биржу Bitstamp. 6 апреля неизвестный пользователь отправил на биткоин-биржу Coinbase почти 9 миллионов XRP. И еще около 6 миллионов XRP были отправлены с неизвестного кошелька на криптовалютную биржу Huobi. Всего за 5 и 6 апреля совершено более 600 крупных транзакций в XRP. На это обратил внимание журналист Колин Ву. Что это? Приток новых игроков? Слухи о релистинге или старый добрый памп? Напишите в комментарии, интересно почитать ваше мнение. А на этом у меня все. Подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны. Поставьте лайк к этому видео и напишите комментарий. А мы с вами скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok